привет друзья гуляю по лодзю перекресток улиц нарутовича и петерковской они отсюда уже начинается улица зеленая она пересекает петерковскую и хочу пройтись по этой улочки еще по ней не ходил вот такой вот забавный магазинчик каннабис шов вполне легальный и впереди просто в этом здание красиво и меня заинтересовало решил туда пройтись посмотреть ты вообще не ходил говорю по этой улице еще ни разу прогуляться масочный режим конечно здесь строгий мой товарищ шел пару дней назад без маски как вернее в маске маз просто была опущена маска ниже носа и полицейский патруль остановился на бусике полицейском подошли полицейские и сделали замечание потребовали одеть спросил просили откуда он когда поняли что украина как бы не стали никаких применять санкций но тем не менее замечание было сделано вот такой дом на углу на перекрестке очень красивый это домик знаю то ли он то ли жилой дом это здесь какое-то учреждение или отель может отсюда не видно вход с угла глава я вот такая арочка и вход в этот дом так это улица здесь тоже проходит рамвайная линия мы сейчас с вами перейдем вот на этом пешеходном переходе и пройдемся по этой улице ту сторону трамваи здесь являются и наверное основным городским видом транспорта метро здесь нету в этом городе в городе лодзь и в основном все все ездят на трамвая ну и автобусы конечно есть но трава и очень много и трамвайные путя проходят буквально по всем центральным улицам таким большим проспектом это сто процентов вот такая вот развязочка здесь перекресток больших улиц лоджи слева тоже какой-то дом университет медицинский университет лодзи кстати вот написано такое здание красиво вот опять же такая картина совмещения старых домов и современного ну не очень современного ну где-то я думаю лет 30 наверно этому зданию и рядом и дома более скоро и он почти весь вот такой перемешку того и этого такая смесь знаете старого города современными постройками сейчас уже вечерок четвертый час вечера темнеет рано зима декабрь месяц ну возможно не очень сильно видно хотя я думаю еще нормально камера вытягивает при этом свете снимаю на айфон на икс вот здание такое помпезное здоровая колонна такие на входе массивная что же это такое сейчас посмотрим кто-то корзину оставил припарковал вроде рядом не видно магазинов никаких вот такая вот улочка тоже уютная красивая с таким угловым домом потрясающие архитектуры улица 6 серпня 6 августа здесь переводе какая красота так ну вот я напротив этого огромного здания с таким фасадом с колоннами такими полуколоннами вернее но я не знаю что это здесь нет никаких надписей на нем не знаю что это за здание ну вот оцените его такой вот визуальный вид снаружи так дальше у нас дальше у нас какой-то реставрирующийся тоже старый дом оттянут весь строительной сеткой и наверное там будут проводиться или проводятся какие-то работы не знаю не видно никакого там движения ну вот такой вот домик в общем много очень здесь реставрации вот такой вот отельчик бен би небольшой вот такой вот вот такой вот вот м м м м м м м этажей довольно приличный большой отель рядом находится такая парковая зона и вот там вот вот у дома уже улице петрковской в общем вот эта улица по которой еду это параллельная улица которая идет параллельно петрковской центральной улице лодзи так красота гулять по лодзи доставляет удовольствие еще один шедевр архитектурного искусства надо было так заморачиваться над этими всеми канделябрами этими оконными арками друзья целях ценили эстетическую сторону то время вот тоже старый дом посередине рядом с этим таким помпезным такой более скромный но тоже по-своему красивый за ним виднеется какая-то труба фабричная видимо где-то рядом было какое-то производство вот еще один из стрит-арт объектов таких на стене графики осередное вот тоже домик такой был когда-то чей-то особняк с балконом с таким террасой вот здесь все с ресторанчик какой-то находится спать их ресторация вот смотрите какой трамвай вообще новый обалденный и тихо все так старых трамваев особо и нету есть но очень мало но я видел мало я думаю их немного но они все равно в таком достойном состоянии не облезли они ржавые там как у нас бывает встречаются что на него смотреть страшно не то что у него садится парк трамваев здесь довольно хороший сегодня погода более-менее наладилась хоть небо чуть-чуть открылась от этих серых путь свинтовых которые каждый день были так мы с вами уже дошли до перекрестка на котором нас сейчас нужно поворачивать не переходить на противоположную сторону идти дальше у меня зеленый пешеходки сейчас нужно перейти здесь светофоры очень длинные пешеходные можно стоять под 10 минут ждать и почему-то все светофоры которые пешеходные ну регулируемые они закрыты такой заклеены вот там ботаны скотчем и в общем не знаю то ли целях безопасности чтобы люди не тыкали туда пальцами как-то так вот еще такой угловой домик красиво прикольно и снова вечер добрый друзья прогуливаюсь после рабочих моментов по лодзю и зашел в мануфактуру опять в торгово-развлекательный центр который вы уже видели тут опять такая красота ну как тут не включить камеру этаж просто чудо какое-то просто обалденно кафе хи какие-то все так уютненько красивенько меня просто поражает вот это инсталляция деревьев то есть даже нужно до самых верхних веточек достать с помощью какой-то вышки чтобы подцепить все эти гирлянды обалдеть подсветочка такая стен народу молодежи здесь ну понятное дело предпраздничные дни как бы и все тут тусят по вечерам смотрите панорамка такая вот от угла и вся 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 площадь все эти инсталляции декорации фонтан сегодня кстати вечером работает он не работал прошлый раз когда я здесь был вечером пару дней назад все конечно светилось но фонтан был выключен сегодня он включен на дворе чуть больше 0 градусов мороза нет поэтому вот такая вот красота с фонтанчиками сейчас пройду дальше там вторая часть этого этой фонтанной дорожки подсвечивается разными цветами если здесь просто подсвечивается струя белым светом то вот начиная отсюда видите там такой фиолетово-синий цвет подсветки вот такая площадь с такими уличными фонарями вот красота посмотрите вот этих фонтанчики здесь лавочки вот за фонтаном можно присесть а вот на том здании меняется постоянно подсветка видите уже показывал его ну ну как еще раз не показать друзья ну красиво же блин ну красиво вот в таких вот старых фабричных цехов сделали люди такую красоте не разобрали на кирпичи и на плиты все как бы сохранили мало того создали здесь такой вот прелесть прекрасно все это сочетая с новым абсолютно зданием торгового центра который вот сейчас перед нами все это как-то так нормально уже лось вот он и польша а я вот на лавочку такую упал рядом с фонтанчиком декабрь месяц нормально так посидеть у фонтана посмотреть на всю играющую всеми цветами радуги подсветочку гуляющих людей ну так прикольно честно скажу очень-очень-очень даже приятно погулять напротив старбакс находится можно зайти выпить кофе но только с собой ограничение все равно на улице тоже не очень холодно можно спокойно попить кофе на улице красота и самое интересное что вот это город как бы ну не раскрученный туристическом плане он его нету там на таких вот каких-то проспектах вы не увидите но когда будете смотреть сама польша дал там есть какие-то знаковые места с которыми сочетану ассоциируется любая страна и обычно на всех открытках там как вот дубаи да там башня будж калифа или еще там отель парус да или там египет с пирамидой то польшу вы открытки польские туристической открыточки увидите с фотографиями чего угодно там каких-то городов кракова там познания ну таких старых польских городов которые конечно не менее они более красивы там намного больше разной архитектуры древней древних замков каких-то вот а вот как бы это такой ну город промышленный город текстильщиков фабрикантов и он таким по сути остается сейчас просто здесь очень много добавилось заведение сфере образования там институте с медицинский университет есть просто университет лодзе есть текстильные институты здесь очень много разных учебных заведений высших вот поэтому это город студенческий это город промышленности и тем не менее он конечно имеет и туристическую составляющую такую вот которая ну показывает отображает древнюю польшу там польшу 150 200 летней давности здесь очень много старых зданий домов многие из них реставрируется я вам показываю своих роликах бродя по улицам лодзя вы видите что ну нету такого знаете тотального уничтожения что там вот все старый дом все мы его снесем забитаем вот по типу такого торгового центра нет он большая часть домов реставрируется обтянуты сетка идет китар мой ремонтные работы лучше фасады ну потрясающе красиво они в это произведение искусства архитектурного понимаете то есть просто его тупо взять и развалить разбить и построить там что-то новое пусть даже красиво я не говорю что поляки строят какие-то безвкусные дома я думаю построят они тоже что-то интересное но никто не будет воссоздавать нуля с фундамента тех домов которые были построены 150 200 лет назад жителями вот за капиталистами того времени владельцами фабрик текстильных то есть это все этот город создавали промышленники тех времен и уже повторял не раз поэтому поэтому вот так то есть город не особо известен он не раскручен даже в интернете он есть конечно у там пять шесть там до десятка роликов которые travel блогеры там или просто люди живущие в польше или которые снимают такой контент такого плана travel тревел тематики показались отсняли этот город да можно посмотреть есть и отснята эта мануфактура уже я кстати перед поездкой сюда в лодь смотрел ролики не помню авторов чьи каналы честно говоря не будут говорить не в плане что мне жалко сказать просто не помню вот ну все равно есть информация ну как таковой большой информации то есть ну сильно такой раскрученной которую вот вы замзабьете там краков да там а кракове будут сняты там сотни роликов обзоров этого города его достопримечательности и так далее то вот он такой это центральная польша уже ближе сюда вот центральная скажем да на 130 километров от варшавы находится городок поэтому он не является такой меккой туризма в польше и поэтому мало кому знаком ну тем не менее здесь есть куда сходить где провести время и так далее вот такая вот ярмар очка всяких вкусностей тоже уже и вами и показывал мы еще раз хочу пройти сейчас посмотрим что здесь продают вот виде бочки здесь продают вино какой-то речек виде бочечки вот такой вот здесь опять это пиво пивной ларек здесь колбаске мяско копченое здесь сувенирчики здесь какие-то сладости мед варенье какое-то вот опять хлеб кулинарные изделия какие-то сладости 5 в общем полно полно всякого добра так там каточек но это не пойду там музыка играет и мне нельзя будет в youtube выкладывать потому что контент авторский защищен авторскими правами вот такая вот елочка красавица может конечно вам друзья надоело уже как бы одно и то же я уже который раз здесь хожу ну просто не знаю здесь много таких действительно не очень примечательных мест которые пойти особенно вечером и вечером вы же не увидите архитектуры домов да потому что это все скрыто ну фонари горят улице подсвечивается но все равно здание оценить в ночное время очень сложно а здесь все такая игра света и иллюминации всей этой феерии красок и огней поэтому здесь прикольно так ну что в принципе все показал вам еще раз эту всю ляпоту пишите комментарии кто будет в лодзе приезжайте сюда чтоб знали где можно погулять где можно пошопиться это торговый центр мануфактура здесь и к кинотеатр и каток и куча разных развлекалов для детей здесь огромный фудкорт в общем все здесь есть было бы желание возможность и конечно немного денег все друзья всем бай пишите комменты подписывайтесь до встречи